Дорогие соотечественники, сегодня Беларусь отмечает День Народного Единства. Праздник, который символизирует неразрывную связь поколений, силу духа белорусского народа и его неустанное стремление жить в своем государстве и на родной земле. Он особенно значим для каждого, кто не только по рождению, но душой и сердцем ощущает себя белорусом. 85 лет назад произошло судьбоносное событие, и гордое «Мы, белорусы!» зазвучало на весь мир из самого центра Европы. Это был голос людей, ставших единым народом, теперь навсегда. Долгое время скромный обитель белорусов на перекрестке цивилизации то и дело становилось полигоном для чужих войн и местом разборок сильных мира сего. Наши дома сжигали, имущество грабили, земли делили по княжествам, воеводствам и губерниям, людей по языку, вере и идеологическим убеждениям. Наши предки не единожды смотрели в глаза смерти, но каждый раз непокоренными вставали с колен, вытирая пот, и слезы шли вперед. Как это актуально сегодня? Дорога к обретению собственной государственности перед белорусами открылась в начале прошлого века. Закончились прежние межнациональные споры, отказались от территориальных претензий и 1 января 1919 года создали белорусское национальное государство. Нам предоставился исторический шанс построить свой дом, жить, трудиться и растить детей в мире и согласии, стать полноправными хозяевами собственной судьбы. Шанс. 1919 год. Но тяжелейшие последствия Первой мировой войны, набиравшие обороты гражданская война, интервенция коалиции западных стран не позволили тогда вспыться мечтам наших соотечественников о мирной и счастливой жизни. Как это актуально сегодня? Голос только что созданной Белорусской Советской Республики на этом фоне был едва слышен. Возможно, и потому, что внутри нее не было единства. Зато были те, кто думал лишь о личной выгоде и своих, о ненародных интересах. Нацмены всех мастей наперебой назначали себя властями. И каждый, кто рвался управлять новым государством, прикрывался именем белорусского народа. А народ, нищий и голодный, малограмотный и обутый в лапце, измотанный войной и разрухой, думал о том, как выжить, как спастись. Возможно, если бы на заре прошлого века мы имели сильную власть и согласие, то выстояли бы. И не было бы тогда трагедии Рижского договора, по которому 4,5 миллиона сыновей и дочерей Беларуси в одночасье стали друг другу чужими на родной земле. Все гарантии национально-культурной жизни в составе польского государства остались лишь на бумаге. У Западной Беларуси не было даже самой относительно малой автономии. Белорусская культура существовала в условиях постоянной борьбы за выживание. Стали исчезать национальные школы, театры, газеты. Уничтожалась нация. Жертвами бесчеловечных репрессий стали свыше трех тысяч заключенных. По политическим мотивам. Пыткам и заточению в канцлагерах и тюрмах подверглись те, кто не желал ополячиваться. Разговаривал, молился и пел колыбельные песни детям народной матчиной муви. 17 сентября 1939 года панские оковы пали под натиском исторической справедливости. Освободительный поход Красной Армии позволил воссоединиться и семьям, и насильственно отторгнутым территориям. Но и белорусы все это время не сидели сложа руки, покорно ожидая, когда их придут освобождать. Все это время наши предки держались за свои корни и землю, передавая из поколения в поколение память и историю своего древнего рода. Наши язык, вера и духовное единство не дали забыть, кто мы есть на самом деле. Это и сделало их сильнее, и ничто не могло остановить белорусам ни угрозы панов, ни политические границы. Закаленные в национально-освободительном движении прошедшие десятилетия наши героические предки стали непреодолимым счетом белорусского сопротивления на пути фашистской навалы в годы Великой Отечественной войны, восстановили страну из пепла в послевоенные годы, преодолели хаос 90-х и построили суверенное и независимое государство. Впервые в своей истории не только построили, но и сохранили его. И это сделали мы с вами, в том числе сидящие в этом огромном зале. Через суровое испытание времени, серьезные потери, приумножая национальное богатство на опыте прежних поколений, Беларусь все 85 лет уверенно движется вперед дорогой мира и созидания. Даже сейчас, когда с территорий западных и южных соседей на нас нацелены натовские орудия, вдоль рубежей множатся километры заборов и минных полей, мы отвечаем просто и в лучших традициях последней диктатуры Европы. Открываем границы и не требуем разрешений. Визу. И люди на той стороне нас слышат. Едут, смотрят, делают выводы. Отнюдь не в пользу тех, кто запрещает им сюда приезжать. Беларусь была и остается сторонницей мира. Наши масштабные мирные инициативы звучат с трибуны Организации Объединенных Наций. На площадках международных форумов мы предлагаем к обсуждению евразийскую хартию разнообразия и многополярности в 21 веке. Эта многополярность, знаете, кому не нужна, но этого уже не избежать. Эта многополярность не просто стучится в дверь. Она уже пришла к нам. Мы обязательно найдем выход из глобального кризиса безопасности, так как с нами ближайшие наши союзники. Многие-многие страны нашей планеты. Изолировать Беларусь не получилось. И не получится. Нас все чаще слышат и поддерживают в мире. Я абсолютно убежден, уверен, скоро и у западных элит наступит понимание, что единственный путь договариваться. Этого хотят наши народы. Мы, белорусы, народ мирный, трудолюбивый. Мы не хотим войны. Верим. Наступит день, когда в соседних государствах воцарится мир. И кровные братья, близкие и дальние друзья будут жить в согласии дружбы. Беларусь готова внести свой вклад в построение этого мира и делать для этого все. Но я уже говорил, белорусское миролюбие не следует понимать и принимать за слабость. Мы свято чтим память обо всех, кто самоотверженно. Когда я говорю об этом, вы не подумайте, что я блефую или здесь сгущаю краски. Нет. Как никогда раньше, нам есть чем ответить. Поэтому в этом плане будьте спокойны. Живите спокойно, делайте свое дело. Растите детей. Мы свято чтим память обо всех, кто самоотверженно отстаивал право белорусов людьми зваться и заплатил за это ценой своей жизни и молодости. И никому не позволим посигнуть на святую землю предков, на независимость и суверенитет нашей Родины. Мы последовательно будем отстаивать наши исконные ценности и правду, как это делали отцы, деды и прадеды. Ну, а если кто-то, может быть, из вас за пределами этого зала сомневается в том, что мы не отдадим на поругание Беларусь, мы вас будем переубеждать, крепко переубеждать, чтобы вы поняли, что другой земли у вас нет, не будет никогда. Дорогие друзья, 85 лет назад именно с освободительного похода Красной Армии началось возрождение утраченной внутренней целостности Отечества. С того времени белорусский народ пережил немало испытаний, созидая уникальное пространство для мечты и для жизни до перекрестки цивилизаций и прокладывая дорогу к счастью, в непрерывной борьбе за волю, лучшую долю и родной порог. Каждые из этапов этого нелегкого пути белорусы достойно преодолевали, опираясь на любовь к миру и правде, справедливости, патриотизм, взаимного уважения и добрососедства. Заметьте, мы опирались не на захватничество, не на жестокость, не на превосходство по отношению к другим странам и народам. Мы едины в стремлении жить на родной земле своим умом и трудом. Единство для нас – главное условие развития нации. Поэтому нас не одолели ни коричневая чума, ни лихие девяностые, ни пандемии, ни попытки цветных мятежей, ни крабительские санкции и военные угрозы. Сегодня День народного единства. Напоминает он нам о том, что никакие границы, никакие испытания не смогут сломить дух народа, если в сердце у каждого из нас будет наша Беларусь. А теперь главное слово для нас, белорусов, для вас. Нам нужно не стесняться быть белорусами и перестать постоянно оборачиваться то вглубь веков, то по сторонам. У нас есть то, что нас объединяет и делает счастливыми на родной земле. Это славное наследие предков и не менее яркие достижения современников. Сформированное талантом и трудами множество выдающихся сыновей и дочерей белорусской земли, наша уникальная культура давно стала неотъемлемой частью общего наследия всего человечества. К сожалению, сегодня мы все чаще наблюдаем попытки запретить или исключить ее из повестки дня вместе с символами Родины, тысячелетней историей и всем тем, чем мы гордимся. Возможно, причины такого отношения в том, что мы верны традициям предков и духовно отличаемся от того же Запада. Там давно привыкли отождествлять человеческую культуру судьбами всего человечества. Это привело к насильственному навязыванию западных ценностей остальным нациям и уничтожению культурного многообразия планеты. Вопреки силам, стремящимся посеять рознь и ненависть в нашем обществе, мы должны проявить согласие и общность духовных традиций и исторической судьбы народа. Поэтому символично, что сегодня мы даем старте белорусской акции «Марафон единства». Это будет марафон три единства традиции, национальной культуры, которую бережно храним и развиваем, талантов наших людей, которыми славится белорусская земля, красоты славянской души, которая наполняет мир вокруг гармонией и взаимопониманием. И пусть каждый ощутит всю палитру талантов белорусской земли и прикоснется к богатому наследию национальной культуры. Пусть яркие краски и мелодии творчества во всех уголках страны пробудят в сердцах белорусов любовь к своей родине. В этом залог достойного будущего нашего народа и святой долг современников, на котором должна строиться жизнь в единой семье патриотов и тружеников, имя которой – Беларусь. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте вместе любить, дружить, мечтать, трудиться и отдыхать по-белорусски. Давайте беречь и защищать Беларусь. АПЛОДИСМЕНТЫ Это нам завещали предки. Об этом мы говорим потомкам. Говорим потому, что время выбрало нас. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня праздник. Я, подъезжая к этому залу, подумал о том, что даже в эти праздничные дни рабочая обстановка нас не покидает. Вспомнил совсем недавно празднование Дня Независимости, когда мне пришлось вторую часть после официальной, только что прозвучавшей своего выступления, во второй части обратиться к рабочим вопросам. Но поскольку они серьезные, имеют важное значение, я подумал о том, лучше я вам об этом скажу. Потому что это совсем свежая новость. Наши беглые, которые уже поняли, что их там не ждут и не ждали, ищут выхода из создавшегося положения. Заметьте, мы никого не выгоняли, мы никого не вытесняли. Зная о своих деяниях, они уехали сами. Я уже не единожды говорил, некоторые из них, которые себя считают не то лидерами, не то лидерками, меня просили, чтобы я им помог. И я им помогал. Я пока об этом не говорю, придет время, мы не просто скажем, но и покажем. Но для того, чтобы опять взбаламутить наше общество, создать ситуацию предмятежного характера накануне президентских выборов, начинают вырабатывать планы действий. Все было. И атака в средствах массовой информации. Мы пытаемся достойно на это ответить. Свидетельством тому является сегодня начало работы нашего информационного канала «Первый». Это достойный ответ. Не сбрасывают они со счетов и вооруженного нападения на Беларусь. Именно, как спецслужбы Запада говорят, наши будут бороться за власть здесь. Но мы понимаем, как это бывает. Впереди идут оголтелые из рядов наших, а следующие не наши. Мы это видели в 2020 году, правда, не получилось. Не сбрасывают они со счетов. И сегодня готовят хоругви, готовят целые полки, готовят, ну, раньше их называли власовцами, которые заходили, кстати, вместе с русскими власовцами, наши белорусы, на Курскую область. Правда, их сотня, не больше человек. Но все они мечтают прийти сюда с оружием в руках. Чтобы вы не думали, что я в этот праздничный день пытаюсь чего-то нагнетать, какую-то обстановку, я хочу просто вам процитировать один документ. По данным наших спецслужб, в ходе закрытой части наших беглых переговоров в одной из стран не называю по определенным причинам, представители Соединенных Штатов Америки озвучили следующие тезисы. С середины сентября по началу ноябра Соединенные Штаты ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева на фронте. Я хочу, чтобы это услышали и россияне. Мы до них не доводили пока эту информацию. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации. Вроде затихся, да, в курс зашли, уходят, уйдут. Украинцы там не удержатся. Но это не надо американцам. Надо, чтобы война продолжалась до последнего украинца, а еще лучше русского. Им нужна война. и это затихся, которое наступило на фронте, им не надо. Им нужна эскалация. Поэтому говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации ситуации. При этом речь идет не о вступлении вооруженных сил нашей страны в боевые действия. Мы этого никогда не сделаем, если чужой сапог не ступит на нашу землю, а об ответной реакции Киева на пролеты российских беспилотников через территорию Беларуси вплоть до атак на приграничные инфраструктуры. То есть американцы указали Киеву, если сложатся обстоятельства, атаковать нашу инфраструктуру по южной границе. Причина российские беспилотники летают над территорией рядом с территорией Беларуси. Должен вам открыто заявить, мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем средствам массовой информации подсвечивать факты залета беспилотников и российских, и украинских на нашу территорию. Почему это происходит? Потому что и те, и другие плохо управляют этими беспилотниками, во-первых, новые для них, а во-вторых, работают системы радиоэлектронной борьбы, которые сбивают с курса беспилотники, и один из них мы нашли аж под Бобруйском, в центре Беларуси. И это были украинские беспилотники, а не российские, хотя и с другой стороны бывает. Мы договорились, почему тогда кукловоды, из Вашингтона их толкают к противостоянию с Беларусью. Я на этом большом собрании озвучиваю этот тезис, они услышат это. И я хочу спросить у американцев, вы мира хотите мирных переговоров или эскалации ситуации? Я не зря это спрашиваю, потому что они последнее время очень часто намекали нам о переговорах и даже выдвинули условия к этим переговорам. Мы согласились. А как тогда это понимать? Вот их политика. Я это говорю на этом торжественном собрании, чтобы вы понимали, что и тогда так было. Все повторяется спустя примерно сто лет. все это повторяется. Мы это все проходили, потому что мы живем в эпицентре. Мы живем на перекрестке всех путей. Наша страна это центр, географический центр Европы. И все войны, и отечественная война 12-го года, 812-го года, вспомните, когда Наполеон рвался на восток, она прошла дважды через нашу землю, туда и обратно. И Первая мировая война превратила этот кусок земли в выжженное поле. Это 14-15 годы, 914-15, сто лет тому назад. И Вторая мировая Великая Отечественная война, она началась в этом регионе. И тоже прокатились туда и обратно по Беларуси. И ничего от нашей страны не осталось. Что история повторяется, но я хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто не понимает еще. Не надо этого делать. Это пойдет не на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это, это третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя. И второе, отбеглых им не терпится вывести с арены политических действий президента Беларуси. договорились о том, что Литва, как это было накануне или первые дни специальной военной операции в Украине, России, инициирует в международном суде, уголовном суде в Гааге рассмотрение вопроса белорусского. Цель привлечь президента Беларуси к ответственности и выключить его из повестки, как они пишут, чтобы президент Беларуси, если начнутся мирные переговоры в Украине, не смог принимать участие в этих переговорах. Они знают, что мы требуем, чтобы при заключении мирного договора в Украине были соблюдены интересы Беларуси. Там они не видят наше представительство. Я хочу, чтобы они услышали сегодня с этой высокой трибуны, мы знаем о всех замыслах и ничего у них не получится. Они не смогут еще раз повторить то, что было в двадцатом году. Мы люди, которые умеют извлекать уроки из прошлого. уважаемые друзья, я это сказал, чтобы меня и вас услышали. Обычно в этой ситуации слышат и слышат вовремя. Вопросы серьезные, но это не значит, что вы должны и те, кто за пределами этого зала напрягаться и переживать. Мы сделаем все, чтобы на нашей земле больше не было войны. Ни при нашем поколении, ни при вашем поколении. Мы, старшее поколение, полны желания передать вам мирную, красивую, достойную землю, где вы можете жить сами и растить своих детей. Никакие беспилотники, никакие ракеты дальнего действия им в этом не помогут. Я вам клянусь, что у нас есть чем ответить. У нас есть сделать так, чтобы они задумались прежде чем двигаться в нашем направлении. Поэтому я всем вам желаю праздничного настроения, мира, счастья и благополучия, уважаемые друзья. Живите мирно, долго, с Днем Народного Единства! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ